привет всем и с вами я михаил шилов автор проектов 3w буду шин точка ру 3w буду блок точка ру и 3w макивара . в этом видео подкасте я хочу рассказать вам вот о чем когда вы занимаетесь активными видами спорта ездите на велосипеде бегаете бегом занимаетесь воркаутом на улице да играете в теннис вот схвож не знаю какие-то другие виды чем-то занимать растяжкой йогой то очень часто возникает такая ситуация что вам не хотелось бы с собой брать сумку или рюкзак в котором у вас находятся какие-то вещи то есть вы находитесь рядом с домом занимаетесь либо на стадионе который недалеко либо в принципе вам это не нужно вы вышли во двор собственного дома и вам не хотелось бы с собой тащить там кучу разных вещей вот зимой немножко проще ситуация да у вас есть одежда в которой есть масс карманов и вы можете положить в виде карманы ключи часы телефон что-то еще и в принципе под проблем решает да и причем очень часто когда мы занимаемся нам хочется чтобы у нас были наушники в смысле чтобы могли сослушать музыку там аудиокнигу очень часто когда занимаешься на улице силовым тренингом или каким-либо другим там бегом да хочется чтобы это сопровождалось хорошей музыкой или не проходила виде вернее чтобы было совмещено еще полезной и приятная вернее приятное полезное и опять же приятно и еще раз полезно то есть в квадрате чтобы получить полезность приятно вот да то есть аудиокнигу послушать одновременно с этим делом вот и нужны как нужно во что-то это все дело положить на нужно ключи положить там до телефон плеер может быть наша вам может быть нужный телефон и плеер может вы не только с телефон слушаете музыку там да вот нужно положить деньги например да на всякий случай вот у меня например всегда с области на велосипеде еду или бегу куда-то на всякий случай там какая-то там тысяч рублей либо там те 500 рублей мне в кармашке лежит мало ли что может случиться вот вам нужно предположим бинт и зеленка вот пойдете на велосипеде или коленку собьете там упадете нужно какая-то марля вата чтобы хотя бы там удалить грязь в этом сраны вот лоток носовой нам надо откуда сидел деть вот такая же там карандаш до тангуляционные не знаю там может быть еще какое-то средство вам нужно и куда-то это нужно деть вот на самом деле это не такая простая вещь как это может показаться ну и самым простым ее решением сам простым решением и которые наверное одно из самых лучших решений которые только могут быть это вот то что можно приобрести фактически в любом на магазине спортивным не спортивным неважно каком эти мелочи продаются всегда это вот такая сумка кто называется от грыжа просто народе называют это поясная сумка то есть она как ремень до на застежке девается вокруг пояса защелкивается и затягивается мне есть кармашки всякие разные что мне нравится вот например у многих очень современных аксессуаров которые для спорта специально разработаны вот у этой к сожалению нет а так вот очень есть у многих у них есть еще верхней части кемпре отверстия в которые продевается наушник то есть с провод и он уходит вовнутрь и там возможно находиться плеер внутри от у меня в рюкзаке так в сумке спортивной есть такая штучка на даже помечен специально и наушник нарисован интересная вещь такая и на лепестками раскрывается там три лепестка таки то всовышь и во внутреннем кармане лежит плеер или телефон и провод выходит наружу и может слушать очень удобно вот сумка хороша тем чем больше там будет отделение тем наверно вам будет удобнее потому что все мелочи в разных местах будет лежать вам будет удобно все это то чем я очень часто пользуюсь ну плеер тоже мне кстати очень ну тут я обычно телефоном пользуюсь но коммуникатором у меня в нем и плеер аудиокниги там чем я там только нету и все программы которые связаны с со спортом о них у меня будет отдельный совсем значит обзор какими программами пользуюсь и вот он тоже принципе я кладу сюда и закрываю и наставляю только для провода краешек так у меня выходит все в уши сам провод я продеваю под майку как делают обычно я побежал у меня предположим в тех шортах которых я занимаюсь когда на снарядах работают а спорта для значит ммэй них карманов нет никаких абсолютно и когда бегом занимаешься в карман и шорт класть что-то это не очень хорошо то есть постоянно ключи тяжелые например это все болтается это неудобно это трется по ноге это постоянно в некоторой степени сам стаскивает даже шорты вниз то есть нет неудобно вот поэтому такая штука она решает очень много вот есть еще нас одно решение которое мне очень сильно нравится ну такие вещи нас к сожалению пока повсеместно не продаются сейчас я покажу какие вот хотя это я очень великая вещь можно заказать через интернет-магазин но я думаю что скоро появится вообще везде вот по крайней мере в цивилизованных странах всех это уже давным-давно есть я не знаю почему у нас это не распространено хотя спорт особенно дворовый в последнее время получил большую популярность и штука такая должна быть обязательно но она больше подходит конечно не для дворового спорта а для тех кто занимается бегом прежде всего прежде всего именно бегом это вот такой чехол для телефона вышел телефон то есть вы берете свой коммуникатор или телефон развлекаете откуда вы его хранить там обычно как у нас находится вместе и вот он вставляется вот в такой чехол в чем особенность этого чехла у него есть одна серьезная очень особенность очень важная сейчас я расскажу какая ну само собой что не стоит наверно говорить что здесь есть специальные отверстие функциональные а в которые вставляются на сразу там под разъемы под всякие да то есть наушники включаются вот суть вот не в чем смотрите то есть вы можете пользоваться телефоном прямо через мембрану то есть вот эта мембрана она является скан так активной и у вас не возникает никаких проблем чтобы использовать телефон посмотрите сейчас я просто покажу кнопку нащуп не могу вот посмотрите ведь я через мембрану могу пользоваться телефоном то есть он будет активен это очень важно я сейчас и ежи значит вам поясню ситуацию как это вообще работает как это надевается куда этот собственно говоря кармашек есть два варианта вот он надевается на руку и крепится либо на плечо но на плечо понимаете если вы на плечо закрепите вы сами понимаете что когда кранчиком пользоваться вам будет не очень удобно поэтому я чаще всего надо бегом занимаюсь не креплю его на предплечье выглядит следующим образом делается это и делаю это сразу дома дома это дело закрепляю и потом когда уже бегу меня это проблеме уже не вызывает на фиксируется вот я закрепил чем-то я похож на хищника до из кинофильма хищник у меня то что на руке такая фигня была вот и здесь тоже самое то есть я закрепил вот он не работает я например 20 запустил камеру вот ну и главное ничего показывать не будет потому что я закрыл ее рукой вот а так это не важно в общем суть-то понятно то есть фактически у меня вся навигационная панель но мне есть я чего хочу собственно говоря отсюда пользуюсь то есть никаких проблем у меня с этим нет вот так же я слушаю наушники да пропустил сюда в рукав вывел все они у меня уже наушник я спокойно бегу когда пользуюсь и делу нравится вот включил выключил все выключил можно путем потуже но я говорю это когда вот вы не работаете руками не бьете ничего не подтягивайтесь вопрос у вас руки здесь работают очень удобно вот есть еще один аксессуар который я постоянно пользую в своей практике но он у меня работает избирательно то есть я его использую только тогда исключительно когда я на велосипеде ешь это кстати он не единственный в своем роде на существует очень много для велосипедов вот при велосипедистов слава богу разработано все что к можно них разработаны всякие сумочки держатели для воды что только нету для насосов для всякой приблуды которую можно навесить повесить на руль все вот есть такие сумочки которые вешаются либо на руль начали бы на раму вот эти вот денежка как я говорил я все с собой беру мало ли что там надо будет воды купить или медикаменты какие-нибудь либо сломается велосипед по дороге мне надо будет за машину заплатить чтобы меня привезли домой не просто на этом уехал за 80 километров да не нужно чтобы меня привезли по крайней мере мне должна быть какая-то сумма чтобы водителю показать что мне деньги с собой да вот что у меня обычно есть как находится нож инструменты для велосипеда и многофункциональная штучка такая которая здесь инструментов тоже дофига ну там по типу швейцарского ножа там да мало ли придется в дороге тут инструментов что 15 м там починить что-то велосипеде такой бывает иногда чуть раскрутиться чуть-чуть бывало вешается на кого я уже на липучках либо на руль либо на раму велосипеда все хотя в принципе в принципе и можно крепить и на пояс вот сюда можно продеть пояс и она будет висеть на поясе по типу вот этой штуки но она маленькая для это она велосипед на самом деле я говорю очень много продается всего разного в основном я чаще всего вот использую когда на улице занимаюсь в комплексе вот эти две вещи эту и эту эту вещь я кладу иногда в эту и за и все если я пошел на стадион бегать я эту штуку вынимаю сюда мне захотелось поменять какую-то песню чтобы не бежать не тыкать в руке не держать я просто поднял там на тыкал чем не надо все там ответил на телефонный звонок я даже могу в принципе набрать абонента как вот если нет нужно будет или матом отослать сообщение прямо во время бега то что это вот так удобно мне вот и и с собой беру но чаще всего используют это и почему удобно если я нагрузка на спину я ее на живот штуку передвинул если нагрузка на живот как надо согнуться передвинул это дело на спину она не мешает она висит достаточно низко на поясе там где резинка от шорт поэтому можно заниматься с голым торсом она не будет от пота мокнуть то есть очень этот удобно и вам я рекомендую знаете лучше все вот это вот иметь с мы заранее и все предвидеть что вам понадобится на тренировке просто жалко времени особенно этим людям должно быть его сам жалко у кого это времени мало кто может уделить на свой тренинг в день там час 40 минут не должно быть все готово чтобы было заниматься удобно это все нужно предусмотреть я понимаю там есть люди которые занимаются спортом так как я там по 6 часов в день иногда у меня время есть для того чтобы вот это вот чтоб к этому всему там прийти я пошел с ним заниматься что мне что-то не понравилось я взял вернулся домой взял сумку там опять пошел хотя потерял на это полчаса там условно говоря но все равно мне жалко времени по-любому и поэтому я выработал определенные как бы тот набор девайсов аксессуаров которые мне очень сильно помогают все они на самом деле дешевые ни копейки стоят я не призываю вас ни в коем разе там покупать какие-то там бренды ни в коем случае на самом деле вот понимаете что такое я правда пользуюсь сам только профессиональными вещами на я вам был и часы поясню что я подразумеваю под профессиональностью профессиональная вещь в своем роде это то у которой то качество которое вам нужно а ну очень хорошие то есть понимаете вот предположим вот вот штука она сделана из сейчас скажу как это называется не скажу ну какой-то резинный материал вот пленка не знаю чего это вот вот это кожзам этот аксессуар может быть здесь вот это может быть кожа здесь может быть какая-нибудь там ткань там не на ким быть элементы там карбоновой застежки там ли что-то там еще может быть дофига всего там да вот и она из за этого будет стоить в десять раз дороже но функция сама от от этого лучше не станет именно функция сама больше того может только хуже даже на сам станет этот функцию свою выполняет идеально то есть идеально подходит это профессиональная вещь вот эту сумку она просто тканевая она тоже может быть из какой-нибудь там не знаю там супер ткани какой-нибудь там 5 10 но единственное что вот я бы например вот если бы нашел бы то если по она еще была бы ну пропитана вода отталкивающим средством каким-то вот для меня бы она была бы еще более профессионально потому что во время тренировок можно под дождь попасть и не хотелось бы чтобы но она и так не промокать практически вот но если по на совсем не промокал я был бы в этом уверен полностью она была пищу был лучше для меня вот выполнять свою функцию она профессионально все вот такой подход если функция у вещи дешевый такая же как у профессиональной не хуже такая же то это вещь тоже профессионально в своем роде вот она не гламурная может быть но она профессионально вот другой вопрос что если вы вы можете не понимать конечно вещей некоторых и я могу не понимать например вещь какая-то стоит дорогу быть у меня такая же есть только на дешевле с трасс вы вы возможно не знаете каких-то параметров которые ее делают как бы лучше но если мне эти параметры и не нужны вовсе а то что сам дешевле отвечает тем параметрам которые мне нужны все то выбор определен поэтому на самом деле не пытайтесь там все им именно брендовые покупать в там супер магазинах таких как вейдеры спорт мастер на какие-то специализированных ну если нравится каш покупайте безусловно то что мы сразу подсажена идете на самом деле можно и все это найти в других не специализированных магазинах я например очень люблю покупать такие вещи сам ширпотребные никогда я езжу в какой-то таиланд или в эмираты в арабске или еще куда там на рынках это продается и стоит в сущие копейки вот там мне нравится эти вещи покупать ну и вам рекомендую занимайтесь успехов